Добрый день! Сегодня я хотел рассказать про новинку от компании Lanlan под названием Grids Cube, но он попросил съемку перенести. Так что в другой раз. Ну и вместе с ним приехали какие-то новые шестиугольные пятнашки от компании Chii. Интересной формы. Называется Hexagon Clotsky. Коробочка крупная, крупнее чем я ожидал. Техническая информация, кому интересно. Открываем. Помню, что у MoFang есть серия крупных пятнашек. Про нее когда-нибудь расскажу. Есть всякие необычные, типа, с королевства, спасать короля. Киндом Клодский, как-то так называется. Про них уже рассказывал. Здесь есть инструкция, которая рассказывает, как собирать. Ну, слишком сложно рассказывает, поэтому я использовать не стал. Такой пластиковый элемент, чтобы заполнить пустое место. И вот такие вот забавные элементики. Здесь мы видим, в отличие от классических пятнашек, где 15 элементов и одно пустое место, и все детальки квадратные. Здесь элементы треугольные, и пустых мест два. Пятнашки магнитные, внутри скрытые магнитики, но если мы даже так вот перевернем, там все держится. Ну и здесь вот такие вот силиконовые подставочки, так что не скользит. Можно спокойно на столе все это изображать. Треугольники двух цветов, 22 штуки, два пустых места. Причем те, которые двумя углами вниз, они белые. А двумя углами вверх, они такие голубенькие. Но не такие синие, как сама рамка. Передвигается вот так. Давайте потихоньку перемешаем. Да, можно вот так вот сделать. Из-за того, что два свободных места, иногда треугольники переворачиваются. Девяточка подчеркнута, шестерка не подчеркнута. Но не знаю, можно ли шестерку за девятку принять. Скорее всего нет. Пусть она остается шестеркой. А вот девятку, наверное, да. Можно перевернуть, но тогда мы видим черточку сверху. В принципе, логично. Можно передвигать вот так вот по два элемента. И их вот так тасовать. На классических пятнашках такой опции не было. Но не в этом случае. Здесь надо по одному. Немножко другая механика. Ну, в похожем стиле. Какие тут китайские дополнения. Можем сдвигать целый ряд. Да-да, сама падает. Магнитики достаточно крепкие. Вот так вот не получается. Если оценить размер, то вот линейка 15 сантиметров. Ее здесь мало. То есть даже больше, чем 15 сантиметров. 18, наверное. Ну, сторону шестиугольника можно измерить. Внутренняя чуть больше 8 сантиметров. А, нет, ровно 8, если именно внутреннюю часть. Игровое поле. В принципе, забавно. Сейчас соберем. Я собирал только один раз. Вроде бы вполне естественно. Собирается. Так. Более-менее перемешано. Чтобы мы не делали, все равно рисунок белый-голубой будет сохраняться. Разве что мы его вот так вот сделаем. Здесь останется пустое место. Из-за этого головка смотрится симпатично. Так. Первый ряд. 1, 2, 3, 4, 5. С 1 до 5 должны быть элементы. Треугольнички. Единичку вижу. Вот двойка. Давайте как-нибудь дружить поближе. 1, 2. Так. Здесь тройка. Четверка. Еще нужна... А, пятерка здесь. Как-нибудь. Кажется, что здесь больше свободы. Возможно, это действительно так и есть. 4, 5 я поставил. Тройка неудачна пока находится. С остальными поближе. Просто рандомно перемещаю так, чтобы элементы ближе подходили. 1, 2. Тройку. Куда-нибудь не переворачивайся. 1, 2, 3. Как-то так. 4, 5 поставлю сюда. 3, 2, 1. 5, 4. Ну вот, как в обычных пятнашках, можно сделать паровозик и его загнать. Здесь, не как в обычных, нельзя так вот собирать квадратиками. Ну, или я пока не придумал такого способа. Собираю полосками. Вот первый ряд готов. Теперь 6. Должен стоять здесь. Этот элемент. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Крайний должен быть 12. Поищем вот 12. Слева от него должен быть 11. Наверное, проще сделать вот так. 12, 11, 10. Тут есть. Вот 9. 9. И вон 8. 8. Давайте сразу куда-нибудь сюда поближе. И там еще 6, 7 должно быть. Так. 12, 11, 10. 9, 8. 10, 11, 12. 9, 8, 7. 6 еще надо. И вот 6. Так, лишнее теперь надо убрать. 9, 8, 7, 6. Ну, вроде собралось. Следующий ряд еще больше элементов. Начинается с 13. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 должно быть. 19 здесь. Нужно 18 к нему. Вот 18. Дальше. 17. 16. Так, 15 у нас тут вот далеко. Надо ближе. Так, здесь вот что удобно. Можно делать вот так. Вот так. И потом их вернуть. Хотя они, кажется, не в том порядке. 15, 14, 13, 15, 17, 18, 19. Ну и вот эти три вроде собрались сами. Ну, вероятно, это не всегда так. Ну, сейчас либо повезло, либо я хорошо старался. В инструкции тут какие-то такие комбинации есть. 20, 21, 22. Ну, наверное, вот тут шаги первый, второй, третий. Как собирать послойно. Тяжело вникать. 4, 5. Но здесь намекает, что может быть комбинация 21, 22, 20. И 21, 20, 22. И их можно приводить к нужному порядку. 20, 21, 22. Попробуем такую ситуацию смоделировать. Благо здесь легко переставлять. 22, 21, 20. То есть поменяем. Так вот местами. 22, 21, 20. В инструкции там много различных движений. Давайте интуитивно попробуем это все переставить. Очевидно, что потребуется какая-то свобода действий. Как-нибудь тут надо чего-нибудь раздвинуть. Так, ну это мы их по кругу гоняем просто. Хотя... Так. 13, 14, 15. 14, 16, 18, 19. 13 у нас появилось почему-то здесь. Теперь... А, 22 должно быть, наверное, с этой стороны все-таки. Сейчас все сломаю. 21. Здесь вот 22. 22. 16, 15, 20. Ну я, конечно, вот эти поставил хорошо. Но теперь бы еще остальные поставить как-то правильно. 13, 13, 14, 15, 16. Так. Но, оказывается, не требуется никаких особых знаний, чтобы поменять эти три. Возможно, сейчас не самый эффективный способ он сделал, но просто делаю интуитивно. Неплохая версия пятнашек. Крупная, увесистая. Ну, вот эту штучку я бы, конечно, сделал бы, наверное, не такой. Потому что она выпадает. Можно было взять такой же элементик с магнитиком. Сэкономили. Ну, а так же было на первых версиях пятнашек хороших магнитных. Ну да ладно, вероятно, и без нее можно переносить. Ничего не сделается. В принципе, интерес в ней и есть. Головомка неплохая. Любителям пятнашек могу порекомендовать. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok